Материал, который я сегодня буду испытывать, вы не купите в катушке для печати и тебе настоятельно не рекомендую использовать данный материал для печати Материал этот называется поливинилхлорид, для того чтобы материал не разлагался в него еще добавляют стабилизаторы Такие как например свинец, материал уже начинает выделять яд при нагреве в 60 градусов и воздействует на нервную систему и может вызывать онкологические заболевания Видео сегодня будет немножко шумным, так как будет работать вот эта вентиляция на полную Ну и наверное воспользуюсь вот этим противогазом, надо спрятать кота и уже начинать А, да, где же этот взял материал? Я сейчас покажу Меня зовут Орлов Данила, я живу в городе Санкт-Петербург Мое главное хобби это 3D печать и проектирование различных компонентов для 3D печати Также у меня есть очень хороший друг, это Александр Дубасов, передаю ему большой привет Он работает на заводе по изготовлению пластиковых окон Он работает на линии экструзии и в его цехе образуется очень много ПВХ стружки Той самой стружки, которую я как раз таки отправил нашему любимому братишкину на тесты Ну что, вот он этот белый материал, похожий на колумбийский порошочек Начнем! Вентиляция на полную Поставлю своего китайчика и посмотрим, насколько поливинил хлорид подходит к экструзии Какой филамент из этого опасного материала получится? Да, конечно же это неудача Как я только не пытался прижимать материал к шнеку, все оказалось напрасно Эх, материал к сожалению не прокатил, потому что мягкий как пух и шнек не может его зацепить Думаете, я на этом остановлюсь? Бегом на улицу за более крупным материалом К сожалению, в наше время ПВХ валяется так же как пластиковые бутылки А раньше ведь у кого стояли пластиковые окна, тех считали богатыми Конечно же, я еще немножко пошарился по свалке и нашел вот этот замечательный прибор времен СССР Советский дегидратор Кто знает, что это такое? Вещь интересная, может быть стоит его восстановить? Платка топала драгметаллами Рыжики, например, которые вы сейчас видите Стоят до 235 тысяч за килограмм Но все-таки я хочу восстановить этот прибор и побаловаться с вакуумом Вот он красавец, пятикамерный профиль Да еще и с усилением железным каким-то Сейчас выпью Ну что тут сделаешь? Опять ручной труд Сейчас напилю кусочки и закину в китайскую кастрюльку Прям могу предположить, что вы напишите Ой, надо было болгаркой пилить Вот как подаришь мне болгарку, так и буду пилить данным инструментом Вот так выглядит ручная болгарка Теперь всю эту байду надо еще убрать Одним пылесосом тут конечно не обойтись Материал статически заряжен Не стесняйтесь пишите, кто драйвил очки данным способом в армии Вот и китайская кастрюлька дождалась своей очереди Крошить я буду тоже в респираторе Опасаясь мелких частиц Кто знает, как они смогут повлиять на здоровье Да и поставлю еще дополнительную защиту корыта от телевизора А то в прошлый раз ножи чуть не вылетели Кто не видел, ссылочка сверху На всякий случай кину ссылку под описание А то часто спрашивают, сколько эта ташняшка стоит, за сколько я ее приобрел Обязательно прежде чем пихать руки в кастрюльку обесточьте данный аппарат При измельчении материал уже нагрелся до 60 градусов Не знаю, опасно ли это После измельчения на боковых стенках оказался какой-то непонятный налет И почему-то я не могу его удалить щеткой Да, наверное произошли какие-то изменения в кристаллической решетке ПВХ Как мел Но вот это другое дело, уже есть гранулы Ну что, дубль два Давайте оставлю этот кусок видео без комментариев ПОДПИШИСЬ! 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 Чувствуется, что пластик тяжелый, давайте попробуем что-нибудь напечатать. Многие спрашивают, а что это за хрень ты печатаешь, что за диски? Да все просто, это тестовый диск, чтобы посмотреть вообще возможно ли печатать данным материалом. Да, освоил способ хороший адгезии к столу, намного проще чем мазать клеем. Я печатаю первый слой ПЛА, таким способом и стол не надо сильно греть и думаю, что сцепление с деталью получается замечательным. Печать детали 235 градусов, стол 60 градусов, ну неплохо, неплохо, на троечку с плюсом. По традиции на печатную деталь протестируем высокоточной колотушкой. От прочности детали я конечно обалдел, заполнение 50 процентов, сопло 0,8 миллиметра, мне кажется этот материал даже прочнее чем ПЭТ. Следующий тест я хочу попробовать методом спиральной печати, в прошлый раз мне очень понравилась напечатанная деталь из органического стекла. Ставлю уже четвертый раз на спиральную тестовую печать, что интересно, что засираются они все в одном месте, вот столько примерно печатается и начинается проблема. Например, вот в этой модели видно, что не до температуры распускается, а вот это остановилось, потому что в сопле образуется вот такая непонятная пробка, она как силикон. Наверное перегрев, сейчас я увеличил скорость печати, чтобы пластик не успевал перегреваться и поднял температуру еще на 5 градусов, посмотрим. Драйвера этого дровопринтера, мягко скажем так, дровяные, но зато послушайте какую они музыку издают. Материал оказался не совсем чистым, из-за этого такие полосы на модели, но сам объект очень прочный. Конечно же это не сравнить с вазой сестрой, напечатанной из автомобильных фар, кто не видел это видео, как я печатал автомобильными фарами, ссылка сверху. Да, вазочка неплохо отпечаталась, да еще и гибкая. Эту концовку я пишу, спустя два дня я начал печатать горшок для цветка и мне так поплохело. Не знаю, наверное я внушил себе, что этот полимер очень опасен или действительно на мое здоровье он наказал какое-то воздействие. Думаю, что для таких тестов нужна более активная вентиляция, так что печать из ПВХ я, к сожалению, приостановил. Это пластик и в следующем видео я хочу сделать пластиковую батарею. Думаете не заработает? Заматываю пластик в алюминий и погружаю в соленую воду, зацепляю светодиод и ток протекает. А еще не подогнали вот такой вакуумный насос. Помните у меня эксперимент был по растворению пластиков и к сожалению завершился неудачей. Если кто не видел этот эксперимент, ссылка сверху. Я хочу поместить растворенные полимеры в вакуумную камеру. Как только разберусь с этим аппаратом, как он работает, какое питание насоса. Обязательно выпущу видео по этому поводу. Вообще с вакуумной камерой я планирую выпустить не одно видео. Например поместить туда растение и откачать в воздух. Жду от вас сумасшедших идей и предложения. Но я с вами не прощаюсь. Храни вас Господь, не болейте. До встречи! Ребята, спасибо вам за денежку. Конечно же каждую копейку я трачу только на эксперименты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова